У остановки Выборгская поздним вечером в воскресенье разбился молодой автолюбитель, который катался по ночному городу на Тойоте Левин. 22-летний шофер ехал в направлении аэропорта. Иномарку боком вынесло на правую обочину, где автомобиль врезался в столб. О силе удара можно судить по положению пострадавшего. Молодого человека выбросило из анатомического водительского кресла. Он оказался на пассажирском месте, причем во время этого мгновенного перемещения застрял. Он находился без сознания, только стонал. Я так поняла, что у него вот эта нога вот там внизу, там лежат, левая внизу. До приезда спасателей врачи сделали анальгизирующий укол и ввели противошоковые средства. А вот и механизированная подмога. Оценка обстановки, запуск компрессора, работа с гидравлическим инструментом. Через несколько минут пациент уже на носилках. Медики наконец-то получают возможность осмотреть его целиком. В сознание молодой человек не приходит. Это следствие осложненной черепно-мозговой травмы. Не будучи пристегнутым ремнем безопасности, автолюбитель, похоже, ударился головой о смятую пассажирскую дверь. Кроме того, у пострадавшего обнаружили перелом ребра. По понятным причинам опросить раненого автоинспекторы не смогли. В машине он ехал один. Очевидцев крушения отыскать не удалось. Продавец цветочного павильона, около которого разбилась иномарка, в момент ДТП дремал. Помешал ли кто-то молодому водителю на дороге или он сам потерял контроль над псевдоспортивной машиной, попробует установить полицейское дознание. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Александр Савчук.